Ну что ж, здорово, YouTube, здорово, Zen, с вами Джон, он же Зур, и на этой неделе нету испытаний Осириса, так что не надо меня спрашивать, как сделать испытания сезона на этой неделе 312. Сегодня в этом ролике мы посмотрим, что же нам там привез наш любимый червивый торговец. В очередной раз напомню вам, что испытаний Осириса на этой неделе нету, потому что сейчас залезаем с нами. Ну и, в принципе, начнем после вашего лайка, подписки на канал, проразлить колокольчик, прохождение по всем следующим комментариям ролика для поддержки стримера. Итак, встречает нас в игре с ресетом в пятницу следующее сообщение. На следующей неделе в Дейсне начинается солнцестояние. По поводу солнцестояния отдельный ролик есть на канале, где мы читали свап на этой неделе в Дейсне. Сумочный налет на следующей неделе у нас будет бесславная. Горнила у нас будет раскол, командный ожог, ну и рейды, рейд точнее, где можно будет залутать сверхмошку и сделать все испытания. У нас будет скрепка у гамня, подземелье будет яма Ересь. Что ж, залетим сейчас к Зуру, посмотрим, что он нам там притащил. Локация, которую он находит, это ЕМЗ, извилистая бухта. Вот здесь вот он находится по карте, туда мы, собственно, и отправимся сейчас. Так, ну что ж, Зуру у нас на извилистой бухте. Смотрим, что он нам там притащил. Я посланник девяти. Крыло бдительности, импульсная винтовка, пятьсот тридцатая. Походу, с ней придется играть, когда триста сороковые убьют. Стрельба чрезвями по пять патронов. Если поблизости убить союзник, восстанавливается здоровье и увеличивает скорость передвижения. Первый и последний герой, так сказать. Также у нас есть морозники. Экзотические ноги для охотника. Бег восстанавливает способности. Уклонение увеличивает скорость бега. Кстати, с достаточно неплохими статами. Двадцать пять восстановления. Десять дисциплины. Пятнадцать сил. Неплохие. Неплохие ноги для ПВП. Для статистного охотника того же самого. Неприступная черепокрепость. Убийство теоретической способностями. Обрежнём бой. Восстанавливает здоровье и способности. Обрежнём бой. Экзот хороший для Титана. Ну как хороший. Так. Ну в общем. Для того, чтобы делать какие-нибудь контракты на убийство рукой может и пригодиться. Для Варлока. Экзот топовый. Корона Бури. Побивающий попадание способностями молнии. Или аэтошоком восстанавливает способности молнии. Достаточно крутой экзот. В куче билдов используется. Поэтому если у вас его по какой-то причине не было, приобретите. Что у нас по пушкам. Шепчий камень. Лук. Спускаем. Винтовка разведчика. Но если у вас пустоптанной винтовки разведчика не было, для ПВЕ можете приобрести. Мародёры. Мультикилл клип. Немедленный приговор. Дробовик. Наверное пропустим. Хотя можете затариться пятюркуками. Для того, чтобы сделать его крафтовым. При помощи гармонизатора и сезонника. Оглушающий шёпот. Гранатомёт пустотный. На волновой раме есть не было. Приобретите. Далёкое будущее. Снайперка с автоподзарядом. И диверсантом. Такое. Пулемёт. Повторяющийся удар. Опять же. Ну чисто для крафта. Если вам вдруг надо будет. Ну и одиночество. Пистолет. Но если вам нравится 260 пистолет. То в принципе неплохой. Удлинённые стволы. Рикошетки. Быстрый удар. И стрельба вскользения. Можно попробовать пвп. Также у нас тут сетки на смогу продаётся. И у Зура слава богу пофиксили статы. На шмотках. То есть не 50 минус. А 60 плюс. Так. Ну. Руки мы пропускаем. Тело неплохое. 25 восстановления. 21 дисциплины. Одобряем. Метка гадрольная. Неплохой шлем. 25 стойкости. 21 интеллект. Ну и хорошие ноги. Очень неплохие ноги. 18 на стойкости. 11 восстановления. И 20 дисциплины для пвп. Одобряем. Так. Синологию мы берём. Кукмун пропускаем. Ждём первый выстрел для дальномер. Хотя с учётом того, что дальномер поменяют скоро лучше первый выстрел. И стоим за счётого раза получится. Ну разве что только если вы будете с этим роллом бегать. Опять же идём. Либо быстрый прицел. Либо стряжающее оружие. Либо движущая цель для геймбардеров. Как-то так. Ладно. Быстренько подможем у нас на других персонажей. Что у нас на варлока. На варлока руки наверное мы пропустим. Стойкость 10, 16 восстановлений, 15 дисциплины. Ну такое ни туда ни сюда. Повязка гадрольная. Голову пропустим. Ноги тоже хрень. Ладно. Охотник. Ну тебя что? Охотник грузись. Смотрим. Ноги. Точнее руки. 20 восстановлений, 14 дисциплины. Ну в принципе такое. Стойкость 20. И 18 интеллекта. Тело. Опять ни туда ни сюда. Плащ. Адекватный гадрольный. Интеллект 20. И все остальное по десятке. Кроме силы, которые два. Шлем. Ну такое тоже. И неплохие ноги. 21 стойкость. 10 подвижностей. 14 дисциплины. Ну Титану больше всех повезло, честно говоря. На охотника шмотки такие. Для начинающих ПВЕшников. Так, затерянный сектор экзотический. Сегодня у нас залив утонувших желаний. Падает оттуда грудь. Кто захочет засолить контракт из города грез. Сегодня это, на этой неделе это сады и придони. Сады и силы, которые вот здесь вот находятся. Ну и с этой недели лучше начать. Потому что контрактов всего 6. Неделя осталась. У нас до конца сезона 6. Вроде бы плюс-минус. Ну включая эту. Поэтому самое время этим заняться. Если захотите в следующем сезоне, прокатизировать артефакт быстрее. На этом, в принципе, у нас все. YouTube, Zen, спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал. Подписываемся, как хочешь. Прожимаем, чтобы не задавление о выходе новых видосов. Мы проходим по всем следующим сезонам ролика для поддержки стримера. Вот как-то так.